Здравствуй, мой юный слушатель! Мы приветствуем тебя в гостях у сказки. Сегодня мы продолжим наше знакомство со сказками французского писателя Шарля Перро. Мы прочитаем сказку о Золушке, милой и кроткой девушке, которая, не жалуясь на свою судьбу, в конечном итоге обретает настоящее счастье. Послушай сам, устраивайся поудобнее. Сказка начинается! Золушка Давным-давно жил почтенный человек. Жена у него умерла, и остался он один с дочкой. Вскоре он женился во второй раз. Мачеха сразу не взлюбила девушку. Двух своих дочерей она баловала, а падчерицу заставляла делать всю чёрную работу по дому. Да ещё за то, что она часто ходила перепачканная в золе, прозвала её Золушкой. И вот однажды во дворце устроили бал и пригласили всех знатных людей королевства. Ох, как обрадовались мачехины дочки! Целыми днями сёстры мерили наряды, выбирали украшения. Были они далеко не красавицы, но каждой хотелось выглядеть получше. Ведь поговаривали, что на балу принц будет выбирать себе невесту. Золушке тоже хотелось поехать на бал, но сёстры с мачехой только посмеивались над ней. Кто же пустит во дворец такую заморашку? И вот праздничный день настал. Золушка с самого утра гладила, подшивала наряды, делала сёстрам прически. А они лишь покрикивали. Наконец, сёстры с мачехой уехали, а Золушка опустилась без сил на ворох соломы и горько заплакала. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась её крёстная фея. Она велела девушке принести тыкву. Коснулась её волшебной палочкой, и тыква превратилась в красивую карету. Затем она попросила Золушку принести из кухни мышеловку. Девушка так и сделала. В мышеловке оказалось шесть мышей и одна крыса. Мышей фея превратила в великолепных коней, а крыса стала отличным, очень важным кучером. И, наконец, фея взяла шесть ящериц и только коснулась их волшебной палочкой, как они сделались нарядно одетыми лакеями. Теперь у Золушки была карета, лошади и слуги, но разве можно было явиться в королевский дворец в жалком платье, перепачканном золой? Фея коснулась Золушки своей волшебной палочкой, и её старенькое платьице превратилось в роскошный наряд. Напоследок фея подарила девушке хрустальные туфельки и сказала, Запомни, милая, в полночь мои чары развеются, красивое платье исчезнет, карета опять станет тыквой, лошади мышами, кучер крысой, алакей и ящерицами. Когда Золушка появилась на балу, все взгляды обратились на неё. Гости гадали, из какого королевства пожаловала эта принцесса, ведь такая красавица наверняка принцесса. И принц не мог отвести от неё глаз, и весь вечер танцевал только с ней. И Золушке принц тоже очень понравился. Они говорили обо всём на свете, а время летело так быстро. И вдруг Золушка услышала, как часы бьют двенадцать. Она бросилась прочь из дворца и так торопилась, что обронила хрустальную туфельку. Принц поднял туфельку и решил во что бы то ни стало найти её хозяйку. По всему королевству глашата и объявляли, что принц женится на той, кому туфелька будет в пору. Сотни девушек мерили туфельку, но ни одной она не подошла. Гонцы принца побывали во многих домах, примеряя туфельку разным девушкам. И однажды приехали в дом, где жила Золушка. Золушкины сёстры так разволновались, что покраснели, что покраснели, как помидоры. «Вот увидите, она мне в самый раз!» – закричала старшая, выхватывая у гонца туфельку. Но сколько она не пыталась запихнуть в туфельку свою ножищу, ничего у неё не выходило. «Дай мне!» – оттолкнула её, наконец, младшая и стала пыхтя и сопя натягивать туфельку. «Есть ли в доме ещё девушки?» – спросил гонец. «Только Золушка!» – ответили сёстры. Гонец сказал, что туфельку должны мерить все без исключения. Тогда с кухни позвали Золушку, и она легко надела хрустальную туфельку. Сёстры глаза выпучили от удивления. А уж когда Золушка достала из кармана передника вторую хрустальную туфельку, тут уж они позеленели от зависти. В тот же миг появилась крёстная фея, коснулась волшебной палочкой Золушкиного старого платья, и оно превратилось в такой роскошный наряд, по сравнению с которым даже то платье, в котором Золушка была на балу, показалось бы простеньким. Тут уж всем стало ясно, кто была та таинственная принцесса. Золушку привезли во дворец, и принц, только её увидев, предложил ей руку и сердце. Золушка, конечно же, согласилась, ведь и она полюбила принца всей душой. Сёстры умоляли Золушку простить их за всё, что ей пришлось и вытерпеть. А она не держала на них зла и пригласила сестёр во дворец. В скором времени сыграли свадьбу, и с тех пор принц и Золушка жили долго и счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...